Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот мы встречаемся с вами вновь. Ну и должен сказать, что сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому, если они у кого-то образовались, пожалуйста, я готов это сделать. Напомню, что следующий эфир, ну который попадает в праздничные дни, пойдет продолжение формировать ту самую программу, по которой мы с вами живем. Так что, пожалуйста, обратите на это внимание. Я на эти программы, вот такие вот, вне ответов на вопросы, обращаюсь самое большое внимание. Потому что сегодня не только в России, а практически по всему миру, начиная с Соединенных Штатов Америки, заканчивая Израилем, Германией, всеми так называемыми цивилизованными странами, вот, люди ищут защиту от агрессивной фармакологии. Вот в чем тут дело. Я готов отвечать. Слушаю. – Алло. – Да, да. – Алло. – Алло, я слушаю. – Артолий Химедович, здравствуйте. – Здравствуйте. – Звонит вам леди Ивановна из Калужской области. – Да. – Я занимаюсь по вашей программе. – Да. – Но у меня вот возникла такая проблема. Я сделала квас по Болотову. – Ага. – И у меня, значит, вот что получилось. Через два дня сделала все по вашему рецепту. Через два дня образовалась мощная пленка плесневая. – Какая? Черная? – Нет, такая светлая с желтым оттенком. – Ничего, плотная такая. – Ну, вот я ее убрала, и через два дня она опять образовалась. Ну, вот такой напиток я, конечно, побоялась принимать. – Вы знаете что, леди Ивановна, вы, наверное, правы. Вы мне скажите, пожалуйста, а вы использовали сметану какую? – Я сметану использовала 15-процентную. – Я понимаю, в магазине покупали? – Нет, я взяла молоко. – Там вот сверху образовалась жирная пленочка. – Молоко брали? – Вот я ее захватила. – Молоко где брали? – А молоко, ну, в магазинное молоко. – Я понимаю, вот в этом все дело. – Понимаете, потому что, вот я сейчас говорю о своем собственном опыте. Я довольно часто делаю этот квас для себя, для дома. И бывает так, что вот эти вот пленки начинают образовываться и просто вот, что называется, начинают просто зарастать очень быстро все, прямо на глазах буквально. Я вот такой квас, извините, пожалуйста, выливаю. Затраты тут небольшие, к счастью великому, поэтому выливаю. Только приходится ждать, когда новое. Понимаете, это либо недостаточно чистая посуда была. – Да, извините, перебью. Я траву, значит, кипятком обварила, банку простерилизовала, воду скипятила. – Железно совершенно, это проблема молока. Это проблема молока. И мы, это связано с кормом для животных, да, с добавками, которые в молоко дают. Потом это молоко могло быть сухим. Знаете что, есть, я вот сейчас пробую, правда, вот тут, извините, вот стопроцентно сказать, что это получается хорошо, не могу. Пока, вот, ну, не знаю, результат, но пока еще бродит квас. Я начал использовать для приготовления этого кваса, потому что он, конечно, для человека очень хорош, очень. – Угу, да. – Вот, я начал использовать закваски, вот эти аптечные закваски. – Нарине, можно? – Нет, нет, Нарине очень кислая. – Нарине. – Очень кислая. – Лучше и Вита, и Виталия, Лактеевия, вот эти вот закваски, пожалуйста, они такие нейтральные с точки зрения паши, с точки зрения кислотности, да, с очень хорошими питательными, питающими нас свойствами и очень хороши для поддержания нашей собственной микрофлоры. – Но посуду и, вот, к сожалению, сметана, которую мы продаем, покупаем в магазине, ну, это бог знает что, просто. И вот такие вот закваски, мало того, что, вот я вчера разговаривал, мне кто-то звонил, значит, мало того, что вот такая желтая, желтая нарост появляется, да, вот такая вот пленка, и причем тяжелая, плотная, правильно я говорю? – Да, да, да. – Ну, вот это похоже на грибок, вот, и иногда просто даже черная, такая, мохнатая, знаете, вот пленка, прямо такая вот, как гнилая все равно. – Это вот на банановых кожурках такая образуется. – Понимаете, какая штука? Вот, к сожалению, великому, вот, чистотел-то можно не обваривать кипятком, а вот эти самые кожурки-то надо обязательно. Или хотя бы, понимаете, для того, мы должны с вами помнить, что грибок погибает при температуре 45 градусов, кипятком не обязательно, 45 градусов. Вот водой, температура которой 45 градусов, можно залить и дать постоять, скажем, 5-10 минут. Да, она будет подставать, потом слить, промыть обязательно чистой водой и уже тогда использовать для приготовления кваса. – Так, Анатолий Ефимович, вот, значит, а если я добавлю немножко дрожжей, что, какая тут реакция будет? – Нежелательно, нежелательно, хотя можно, можно. Хлебные дрожжи. – Ну вот я в одну, значит, емкость добавила дрожжей, началась вот правильная реакция, вот, брожение, то есть появились пузырьки, всё как при правильном дрожжи. – Замечательно, замечательно, можно использовать, можно. – Можно, да. – Спасибо большое за конкурсацию. – И знаете, что, Лидия Ивановна, тут вот ещё какой момент, когда вы, как это называется, используете дрожжи, надо очень внимательно смотреть за тем, как идёт этот самый процесс брожения, да, чтобы, извините, спирт-то не стало появляться в нём. Алкоголь. – При брожении с дрожжами спирт обязательно будет образовываться. – Будет обязательно образовываться. – С дрожжей только нужно чайную ложечку. – Да, даже чуть поменьше. Даже чуть поменьше. Хорошо? – Хорошо, спасибо большое. – Да и не на чем. – Понимаете, вот есть такие вот всякие тонкости, которые определяются. Вот я как-то говорил во время одной из предыдущих программ, я говорил о том, что, к сожалению великому, мы с вами оказались в ситуации очень сложной, когда возник конфликт между природой, органикой и нашим организмом, который, безусловно, так сказать, тысячи лет привыкал к органике, к тому, что нам даёт природа. Да, причём, так сказать, мы в природе нашли огромное количество бактерий, которые нам помогают. Они не травят нас, не заставляют болеть, но они во многом нам даже помогают. Ну, скажем, сенная палочка. Понимаете, это всё так. Это так. На самом деле. Но сегодня-то мы получаем, боже мой, продукты с огромным количеством добавок. Каких? Всяких там консервирующих, добавки, которые стабилизируют, добавки, которые получаются такие антибактериальные. И вот это мы всё начинаем с вами есть. Это называется, в общем-то, вот этот вот конфликт, который возник между природой нашего организма и цивилизационными продуктами, которыми мы пользуемся. Алло, я слушаю. Здравствуйте. День добрый. Я звоню со Ставрополя. Меня зовут Борис. Борис? Язаевич, да. Я там. И я занимаюсь вашей программой давно уже. Скажите мне, пожалуйста, Борис, отчество. Борис, отчество можно? Язаевич. Язаевич? Да. Угу. Я туркмен. Ничего страшного. Я занимаюсь вашей программой. Давно уже, ну, года 5-6. Ну, потихонечку для своего здоровья занимаюсь. И мне такая ситуация вышла. Ну, у меня ищемическая сеть, болезнь, я пролежал всё это. Ну, по вашей программе. Всё нормально. Наверное, нормализовалось, всё нормально. А теперь получилось так, что у меня на правой стороне, на плече, выявили артроз правого плечевого сустава. 21 стадия. Угу. Вот, ин лит правой. Артроз правого плечевого сустава, да? Да, так поставили диагноз. Я, да, я прошёл томографию всё. Угу. Да? И по томографии у меня там выходит какая-то жидкость под лопаточной, вот здесь на лопатке, и вот где на суставе вот эти мышцы. Ага. И вот они мне лекарство дали, но укол я провёл, всё нормально. Ну, вот последнее что-то мне назначили, я делал, делали мне УЗИ вот это, всё сделал. А теперь получилось, что вот последнее лечение, их курс лечения, мне от него стало очень плохо. От лечения? Вот рука начала совсем не меть. Ага, понятно. И вот, я думаю, вот если пройти магнезии, очищение организма, как вот? Хорошо. Что вот это вот лох бы вывести или... Хорошо. Вот просто вот чуть-чуть да, совет, потому что... Значит, Борис Язаевич, правильно? Угу. Да, 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 да. Борис Язаевич, значит, знаете как, я вам посоветую вот что. Первое, что надо сделать, пожалуйста, петрушечку три раза в день, чай. Я пью, 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 обязательно. Очень хорошо, очень хорошо. Теперь второе. Три раза в день обязательно. Да, второе. Замечательно совершенно, второе. Пожалуйста, на две недельки приготовьте себе костный бульон. Костный бульон, вот об этом я думал, но сейчас, да, костный бульон. Костный бульон. Я вам объясню почему. Потому что это явно недостаточность, недостаточность соединительной ткани. То есть ее надо чуть-чуть подкормить. Это первое. Что делать второе? Что делать второе бульон? Это такой своеобразный комплекс продуктов, таких пищевой комплекс, который работает на весь организм целиком, потому что все аминокислоты есть, жиры, но все, что нужно есть. Плюс очень хороший состав по микроэлементам. И поэтому он, ко всему прочему, оказывается очень хорош для поддержания нашей иммунной системы. Не стимулировать, не активизировать, а просто ее поддержать. То есть подкормить вот эти структуры. Но, понимаете, в силу того, вам ведь сколько лет-то уже? Мне уже 57. О, да, 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 взрослый человек, взрослый, ничего не скажешь. Поэтому, пожалуйста, есть еще одна проблема. Надо, чтобы этот вот комплекс, который есть в костном бульоне, попал в соединительную ткань. А соединительная ткань живет за счет мельчайших сосудов и за счет капилляров. Потому что ткань плотная, особенно кость. Да, хрящи. Да. Вот в суставной сумочке, которая точно... И вот в ситуации такого стеноза и шемии, да, сосудистой в плечевом суставе, возникает вот такая вот, ну, как бы, жидкость начинает задерживаться, да, и кровь замедляется, замедление движения крови. И в этой ситуации обязательно начинают возникать воспалительные процессы, которые вас и мучают. Ну, да, сказали, да, есть. Понимаете, а петрушка для чего нужна? Для того, чтобы лишнюю воду сгонять. Потому что петрушка, кроме того, что она приносит хорошую пользу и поддерживает, очень поддерживает наши почки, а вот в этой ситуации надо за ними смотреть. Да? Ну, и, соответственно, ещё помогает нам промыть организм. Это первое. Второе, что нужно сделать, либо обмазывание смесью скипидарных эмульсий и растворов залманового, да? То есть, вот намазы разогрелись и намазали. Только, пожалуйста, нанесли. Только, пожалуйста. Когда вы это будете делать, помните, что никогда не надо делать только одну. Вот болит правая, вот я делаю правую. Дело всего в том, что тот процесс, вот диагноз, по которому вы сказали, он не бывает только с одной стороны. Это системное заболевание, связанное с нарушением минерального обмена. Да, да, да. Понимаете? Поэтому, если уж вы начинаете с собой в этой ситуации работать, то, пожалуйста, болит, не болит. Но вот второе плечо надо делать обязательно тоже. Мало того, я вам советую делать ещё и колени, и тазобедренные суставы. Поэтому вот в этой ситуации вы выберите для себя либо скипидарные ванны по залманову, либо вот эти вот обмазывания. Понятно? Что делают обмазывания? Они начинают помогать восстанавливать кровоток в соединительной ткани. Поэтому вот это вот... И вот таким вот образом мы начинаем как бы такую перестройку работы сосудистой с акцентом на микрососуды и на капилляры. Улучшаем кровоток, начинаем подкармливать, помогать соединительной ткани и помогать движению крови. И таким образом уровень воспалительных процессов снижается. Понятно? Вот это очень важно. Потому что туда можно колоть, ставить на два-три часа, на полдня, на один день вроде легче становится, а потом дальше всё. Вот в чём дело. И поэтому, так сказать, вот второй момент. И третий момент. Желательно, обязательно, аппликатор Кузнецова, и на него ложиться всей спиной. Да, я ложусь, я ложусь. И, пожалуйста, вот тогда, когда вы ложитесь на аппликатор Кузнецова, не забывайте о температурной поддержке. Что я имею в виду? Помните, всё время говорю. Вы легли на аппликатор Кузнецова, понятно, что надо его укладывать на мягкую поверхность. Легли. Да, да, да. Тепло укрылись, хорошо, тепло. И к ногам обязательно грелку. Грелку. Да, потому что вот грелка в ногах, вы понимаете, у нас с вами кровь артериальная течёт сверху вниз, да, по всему телу, а венозная – снизу вверх. Понимаете, вот чтобы не было застоя в ногах, которое может закончиться, там, скажем, всякими отёками тоже, тяжестью в ногах, напряжением по суставам, по венозному. Венозной части ног. Понятно? Вот чтобы там не возникал этот застою. И ещё один момент, на который я обращаю внимание. Нужно, чтобы активнее работала наша лимфодренажная система. Понимаете? А лимфа у нас движется тоже снизу вверх. Тоже снизу вверх. Поэтому, так сказать, вот эту грелочку к ногам надо обязательно ставить. Обязательно. Причём, тогда, когда вот в вашей ситуации вы будете делать чай из петрушки, да, делаете, вот добавляете обязательно туда, к петрушке, чайную ложечку сухого чёрно-смородиного листа. Это совместный, потому что вот одно из свойств листа чёрной смородины заключается в том, что он активизирует лимфодренаж. Мы таким образом вот эти продукты воспаления начинаем более активно выгонять из своего организма. И таким образом потихонечку нормализуется ситуация. Хочу вам сказать, что это вам придётся... Таблетки тут вряд ли. Это временное действие. Временного действия. Поэтому можно... Надо взять себя в руки, где-то месяц вот эти вот все вещи выполнять. Месяц. А через месяц вы будете хорошо себя чувствовать, бегайте, пожалуйста. Хорошо? Вот этот момент. Из того, что вы можете там, скажем, в аптеке чем себе помочь, опять, это никакие инъекционные и никакие гели. А вот тот самый... Вот сейчас в Москве такой продаётся пластырь, который нано-пласт в аптеках. Ну, ага. Нано-пласт. Очень хорошо. Вы его можете наклеить буквально там, прямо на плечо. Только, пожалуйста, лучше на два. Не там, где только болит, но и на другой обязательно. Вот. Его можно наклеить сразу на 12 часов, и он 12 часов будет работать. Там написано в правилах 6 часов, но его можно оставить до 12 часов. Потом вы его снимете. Очень-очень-очень неплохо будет помогать нашим усилиям. Понятно? Понятно, да, понятно. Да, Борис Леонидович, ещё что? Я думал, вот ванны я прошёл, думаю, может, солевые ванны. Надеюсь, кушу прошёл, но всё равно... Нет-нет-нет, солевые ванны здесь ни при чём. Да, сейчас не надо. Солевые ванны здесь ни при чём. Штука неплохая вообще для организма. Очень неплохо. И для сердца неплохо, и для капилляров неплохо, а вот с тем, чтобы нам как бы переакцентировать на восстановление движения капилляров. Не поддержку, а восстановление работы капилляров наших. Вот тут нужны скипидарные ванны. Только, пожалуйста, делайте через день. Скажите, пожалуйста, основная проблема, вот вы сказали, сердечная? Ну, она уже мне... Ну, как, мне делали... Вот-вот-вот, не машите руками. Какая проблема? Шемическая болезнь в сердце. Мне хотели... Коронацию делали, но сказали, сосуды чистые, очень, говорит, нормальные. Просто от нервов. Понятно. Холестерин ничего нет, холестерин нормальный. Вот и замечательно. Понимаете, какая штука? Поэтому вы вот эти скипидарные ванны можете делать до 41 градуса. Понятно? Ага. Но начинать надо всегда с 37. Первые ванны, первые две ванны сделаете до 39 градусов. Следующие ванны, две, сделаете до 40 градусов. А потом еще добавите до 41. Понятно? Вот таким вот образом. Я думаю, что вы очень серьезно поправите ваши дела. Ну, а для того, чтобы вот это снять, вот этот момент, который определяется нервами, это вам кто сказал, терапевт или невропатолог? Нет, терапевт мне сказал, говорит, это не мое, вот это арто... Да, артроз, да, невропатолог. Нет, я был у этого, травматолога-ортопеда. Ага, понятно. Да. Значит... Они-то сначала назначили, говорят, через месяц-два. Я все это принимал, что-то мне плохо стало. Начало, что-то сжечь прям. Я поехал, направление взял, ставлю, поехал. Вот буквально вчера, позавчера я был. Мне сказали, говорят, нет, это не наше, это, говорит, невропатологу тебе надо. Ну, конечно, потому что... Не говорите, что пройти. Ну, конечно. Понимаете, какая вещь? Вот скипидарные ванны, конечно, вам... Вернее, селевые ванны, конечно, вам неплохи. Но я бы очень советовал вам все-таки скипидарные. Это во-первых. Во-вторых, пожалуйста, обратите внимание на методику Хасаи Магомедовича Алиева. Ключ к себе. То есть надо снять вот эти вот нервные напряжения, стрессовые и постстрессовые. Понимаете, с тем, чтобы вот эта ситуация у вас вообще звенела, пошла лучше. Хорошо? Борис Яковлевич, у нас остается 15 секунд. Все понятно, все понятно, если что, да, после этого. А вот эти селевые ванны можно потом уже, да? Да, конечно, можно. Да, дальше. Да. Всего-всего доброго. До свидания. У нас сейчас небольшой перерыв. И продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует...